МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прикроешь, вот он, во всей своей красе. И, честно говоря, я этому рада. Девушки совершенно разные. Как мы говорим, четыре типажа. На этот раз Таня Ковенька. Да, Женя мне сказал, что вот эта девочка ему очень нравилась, Таня. Найяскравейшая участница третьего сезона шоу «Холостяк» Тетяна Ковенька подкорила глядачей в первой же серии шоу. Я Танюха, ни на какой казине подъедешь. С всех участниц всех сезонов она была наибольшь прямолинейной девчиной, и в той час, как и другие с «Холостяком» кокетували, Тетяна не соромилась и отверто расслаблятся. Идеал человека для Тетяни, как она сама зазначила в своей анкете, это смаглявый, высокий и немного брутальный. Найбільше ж у человека девочине не подобается нищирость. И хотя Тетяна не стала переможницей проекта, однако вошла в десятку обранец «Холостяка» и назавжди запамятила глядачам, как девчина с перцем. Нам надо их примагнитить. Да, надо, чтобы она согласилась. Плюс на минус дает, дай бог памяти вообще, по арифметике. Дает то, что надо. Если она скажет нет, то, естественно, сделаю депиляцию Жени Злобина. А потом Женя Злобин, сделаю депиляцию мини. Почему у меня только рогатки страдают, я тебе говорю. Поэтому я тебе говорю. Раз уж вы сами заговорили об удалении волос, давайте сразу договоримся. Если сегодня стратегия, которую вы будете Жене предлагать для завоевания сердца Тани, не сработает, то я вот так вот уверенно и быстро удалю волосы с ног. У Жени. С ног у Жени, ладно. Хотя показывала, получается, на твои. Женя, ноги. Какую стратегию вы выбрали? Ей нравятся уверенные, сильные такие. Ее идеал Адриана Челентана. Поэтому Женя и Адриана Челентана – это как небо и земля. А что же делать? Ну, будем лепить с Женей поливоды Адриана Челентана. То есть вы пойдете по пути сделать из Жени... Пластилин. Да. Адриана Челентана. Да. Итальянский. Будем вкладывать. Такой себе пластилинчик, да. Я буду, как всегда, контролировать процесс, потому что иногда, насколько я знаю, Женя перегибает палку. У нас уже такая традиция – придумать кодовое слово. То есть я буду просто разговаривать с Женей и Станей, а вы будете понимать, что я обращаюсь к вам. То есть если мы что-то будем не то говорить, ты будешь говорить какое-то слово? Какое-то слово. Я еще буду жестами и выражением лица, потому что иной раз я готова просто разорвать вас. Давайте сегодня будешь топинамбуром. Хорошо, я буду топинамбуром, но мне этого никто не будет говорить. А вас я буду называть перец. Очень все у нас хорошо получается, потому что Таня с радостью придет сегодня ко мне в гости. Она знает, что Женя Поливода прекрасно готовит мясо, а у Тани проблемы с приготовлением свинины. И у Жени будет возможность не только научить Таню готовить, но и пригласить ее на свидание. Очень надеюсь, что у них все получится. Да, я тоже надеюсь, особенно Женя. Надюш, я на тебя тоже надеюсь, я тебе говорю. Тогда я пошла? Давай, Бога. Не знаете, как приготовить мясо, чтобы оно вышло нежным и сочным? Сегодня участник проекта «Мастер-шеф» Евгений Поливода научит участницу проекта «Холостяк-3» Татьяну Ковенько и всех нас, как готовить свинину, чтобы она таяла во рту. Женечка? Я люблю обнимашки. Рада тебя видеть. Таня очень хочет научиться готовить вкуснейшее блюдо из свинины. Ты готов ее встретить? Действительно, я уже весь в ожидании. Женя, а что тебе нравится в Тане? Таня очень необычная девушка. У нее очень боевой характер. Она очень живая. Она никогда не играет на публику. Она никому никогда не врет. И я хочу сказать, что при всем таком боевом образе в душе скрывается нежная девушка. Встречайте, Татьяна Ковенько. Жека, делай. О, по-любому. Ого. Здравствуйте. Здравствуйте, Танюшенька. Это первый раз у меня на кухне, когда ноги еще не закончились. А что, уже маленькую лестницу? Я хочу чуть-чуть немножко быть высоким. Будь мужчиной, это тебе поможет. Правда, Танюш? Действительно. Да, ты скажи, что тебе нравятся высокие. Ну, мне нравятся высокие девушки. Танюша, какие проблемы со свининой? Ты пробовала готовить? Ну, конечно, пробовала. Все дело в том, что я слежу за правильным питанием. Я люблю курицу и индейку. Но моя бабушка постоянно мне поставляет вот этими килограммами эту свинину, весь этот жир. Жека, подчеркни великолепие ее по-внешнему. Мясо, в принципе, классное, да? Ну, те же котлеты. Я беру это мясо, весь жир срезаю. У меня котлеты выходят сухие. Скажи, ничего страшного, сегодня мы это исправим. Хочется что-то научиться, потому что я не знаю, куда ее девать. У меня холодильник забит мясом. И, ну, как-то так. В свое время у меня так же не получалось приготовить ее свинину сочной, вот такой хорошей. Но это все путем маринадов, это все исправляется. Вот задача такая. Сочная, нежирная, нежная, вкусная, хотя и свинина. Правильно? Ну, да, как бы. Женя? Мы будем использовать вот такие вот ингредиенты. У нас идет вырезка свинины, затем у нас будет набор специй, у нас будет лавровый лист, затем орегано, затем черный вот такой перец, затем соевый соус. Скажи, ты скажи, что ты любишь готовить мясо. Да? Да. Любишь шашлык, природу. Соль, лук репчатый, затем укроп, и затем у нас еще так же особый ингредиент, который придает сочность. Евгеш, давай про мясо что-то упоминем. Ну, что не оно мясо, а что, ну. Сухого чая. Мы его будем заваривать. Что любишь готовить мясо. Слышишь, ты его только сбиваешь. Женя, смотри, Женечка, скажи, что ты, как мужчина, сейчас покажешь, как готовить. Мясо. Женечка, но я вижу, что перец мы будем активно использовать. Это острое будет блюдо, да? Да, то есть у нас будет как бы завершен баланс специй. Давай уже делай. Скажи, я покажу, как мужики готовят мясо. Как мужики готовят мясо. Ты скажи, я люблю мясо, я люблю шашлык, природу, скажи. Я смотрю, Женя тоже такое с огоньком. Ты скажи, я люблю шашлык. Я люблю быть неординарным. Значит так, мы берем вот такой вот кусочек, такой мясистый, вырезка. Евгеша, скажи, что я по виду вода, а внутри огонь. Значит так, начинаем. Значит вдоль всего вот этого вот немножко берем и немножко вот так вот режем. Не немножко, а увереннее. Немножко. На тюрьме увереннее. Чуть-чуть мясо. Оно любит нежность. Это ты с мясом разговариваешь или с перцем? Яку нежность. Яку нежность, Женя. Кусочек. Кусочек, шмар какой он жирный. Затем мы его вот так вот возьмем. Затем следующий кусочек. Скажи, дай ей хайрижа. Толщина у нас идет. Не, это ты будешь так на шашлык нарезать. Скажи, я ей шашлык могу резать. Я вообще тебе говорю, такой неразонный попок. Скажи, может ты шашлык хочешь? Я тебя приглашу отдельно. Может ты шашлык хочешь? Так надо кубиками резать. Я тебя отдельно приглашу на шашлык. Я тебя отдельно потом как-то приглашу. Танечка, я у тебя хочу сказать, ты когда-то принимала участие, может быть, в каких-то модельных показах? Как ты думаешь, посмотри, посмотри на меня, вот посмотри, как ты думаешь, принимала или не? Конечно, принимала. То есть в тебе есть вот это вот зерно, которое вот многим как бы по духу, да. Значит так. Ноги по духу. Это зерно называется ноги. В принципе, замечательно. Да, потому что 90-60-90, ты его никуда не спрячешь, оно есть либо нет. Ну, до 90 далеко? Верхнего. Ну, 89 есть, да. Значит так, мы будем заваривать сухой черный чай. Мы берем вот все в пропорцию. Женя, ты будешь с бритыми ногами, с бритым пузом, с бритыми ушами. Если полторы столовых ложки, это у нас будет в итоге 50 грамм. Рассказывай про Кита. Затем у нас будет 300 миллилитров воды. Евгения, просто сделай. Трахни чайником по столу, что-нибудь сделай, чтобы она офигела. Пять минут оно у нас должно завариться. Заваривается чай. Заваривается чай. И пока это происходит, мы выпьем по чашечке кофе. А потом продолжим. Да, прекрасная идея. Как приятно за чашкой ароматного кофе узнать секреты приготовления вкуснейших блюд. Нескафе классик. Все начинается с Нескафе. Женя, скажи, как ей удается ходить, ну, как она передвигается? На ходурах. Или потому что, ну, я думаю, что прохода ей не дают мужчины. На самом деле, как бы, я сейчас смотрю на Танечку сверху вниз, да, как бы. Нет, ты снизу вверх, а Таня на тебя сверху вниз. Ну, на самом деле, хочу сказать, что я не представляю, как бы, Таню в каких-то босоножках, на какой-то такой вот гладкой платформе. Из каблуков? Да, вот как тебе удается вот постоянно ходить на каблуках? Я уверен, что когда ты идешь, просто парни, мужчины просто оборачиваются, у них челюсть вот так вот отвисает. Ложатся штабелями, да? Да, как ты справляешься с вниманием? Может быть, я ошибаюсь, но вот, мне кажется, ты не обделена мужским вниманием. Каблуки – это моя страсть, это моя любовь. Я, грубо говоря, наверное, родилась и после сразу же встала на каблуки. Поэтому мне очень легко, мне комфортно, но также я хожу и на низком ходу, то есть не обязательно. А для тебя важно, чтобы мужчина был такого роста, как ты, или выше? Все-таки с твоим ростом сложновато найти такого мужчину. Да, тяжело, но мне очень важно, чтобы мужчина был как минимум моего роста. Евгеша, возьми сейчас табуреточку и встань, я тебе говорю, на уровень. Возьми любую табуреточку и встань на уровень, я тебя прошу. Девушке всегда хочется опереться на плечо мужское, да? И естественно, что, ну вот, меня мама с папой наделили таким ростом, мне хочется, чтобы мужчина был выше. Таня, ну ты понимаешь, что тебе сейчас придется, как бы, снять немножко каблуки, потому что, чтобы понять, какой у тебя, как бы, настоящий рост. Ну, без проблем, я готова, но я могу сказать, что... Давай, давай, снимай. Все равно я очень высокая. Жека, сам сними, сам помоги. О, боже, глянь, ты выше нее. Теперь мы на одном уровне. Чуть-чуть, дайте Жене каблуки. Но он не может быть выше. Но я тебе хочу сказать, тогда так, давай заключим пари, что если тебе понравится мое блюдо, то ты сделаешь исключение, да? Молодец, молодец. И мы с тобой пойдем на свидание. Пускай я ниже ростом, но это не дефект мой. Хорошо, я согласна. Согласна, Женька. Как раз чай заварился. У нас чай заварился. Значит так, сейчас, Танечка, тебе будет такое задание, вот, ты должна отсоединить вот от этой шелухи. В это время мы будем сейчас измельчать специи. Это у нас перец, затем у нас идет орегано, затем у нас идет сушеный укроп измельченный, и затем мы немножко возьмем лавровый лист. Для того, чтобы измельчить специи, мы используем специальную насадку в нашей кухонной машине. Легко, без усилий с нашей стороны. Одно нажатие на кнопку. Все. И все готово. А где ж я дома такую штуку-то возьму? С тупочкой. Ты скажи, я рядом с тобой ничего не соображаю. Когда я с тобой, я вообще не соображаю. Вот и все. Какие-то специи смотрю на улыбку. Бля, твои комплименты проходят, отвечаю, я тебе говорю. Мы возьмем самую маленькую пиалочку и просто сюда пересыпем. Мы будем сейчас резать лук. Это меньше слов, трах-бах, делай, мужик. Мои слез. Ты разряжаешь вот так вот. Евгеша, лук не заставляй ее резать. Я тебе говорю, хотя бы зеленухи пусть рубает. О, отлично. Смотри, у нас будет в мариновании идти соевый соус. Но нужно нам слегка лук подсолить просто. И немножко вот так вот здесь расшить, знаешь. Значит так, лук мы будем добавляем в маринад сразу же. Пусть она делает. То есть маринад это чай пока что. Да, мы будем добавлять соевый соус. Давай. Даю. Одну чайную ложку. Затем мы добавляем немножко специи. Добавь щепотку. Совсем чуть-чуть, да? Ты скажи, ты любишь поострее? Ты любишь поострее, можешь еще добавить. Тебе же пробовать. Ты участвуешь в приготовлении блюда. И я люблю очень острое. Затем, Танечка, бросай сюда лук полностью. Весь, да? Да. Затем просто вот равномерно это все вымешивай, чтобы лук пропитался. Очень интересно. Что же из этого всего выйдет? То есть мясо должно пропитаться и немножко вот так вот сделать такие вот надрезы. Наденька, давай и ты попробуй. Вот смотри, берешь вот так вот просто две полоски. А Таню как в трестики-нолики играем. И немножко вот так вот их немножко сверху и топи их в маринаде. И вот отставить буквально на 20 минут. Ставим в холодильник. Да меньше комментируй, слушай. Я вообще каждую минуту привкушаю пеляться, я тебе говорю. Танечка, я тебе хочу сказать, что я заранее подготовил, чтобы ты не ожидала. И сейчас нам осталось только запечь в духовке при температуре 220 градусов 30 минут. Женька, пожалуйста, меньше слов. Маринад готовый. Женька, мы с лысыми ногами пойдем. Значит так, мы берем фольгу и будем сейчас делать лодочку. А для чего это нужно? Если накроем фольгой, воздух будет неравномерен. И поэтому оно будет подгорать и будет сухое. То есть мы будем выливать туда вместе с маринадом? Да дай ей в руки что-то, она стоит экзасматривая. У нас уже маринад пропитался, у нас просто будет лук, а маринад, как бы уже мясо пропиталось. Значит так, сейчас ты будешь вылаживать. Я здесь делаю такую вот форму. Да, молодец, скажи ей дай, я тебе сделаю форму. Ты будешь сейчас делать, сейчас будешь все своими... Ручками красивыми, да. Вот, вот, да, 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 свои руки, как у птицы. Да, это хорошая идея. Но? Лук вылаживай на низ, можешь просто ложечкой, чтобы или как тебе удобно. Вообще, как бы, мясо любит руки, поэтому лучше вручную это вот все лук возьми. Лучше ты мне расскажи, что тебе нравится в мужчинах, вот какие качества. Потому что ты сказала, описала вот так вот как-то, что, ну, нравится рост, что это важно. Вот что вот духовно вот ценишь? Ум, там, сила. Ум, сила. Мне очень важно, чтобы человек был честен. Можно что-то недоговорить, но вранья я не люблю. Такие важные качества для меня в отношениях – это доверие. Если нет доверия между людьми, то ничего не получится. Значит так, мы сейчас, Надюша, поставим духовку на 220 градусов, и это у нас будет выпекаться 30 минут. Мы будем запекать свинину в два этапа. Поэтому после первых 10 минут запекания мы достанем лук, чтобы он не подгорел. Через полчаса запеченная свинина будет готова. И мы убедимся, что это нежное, сочное и нежирное мясо. Сейчас я попрошу твою элегантную ручку. Сейчас ты его так вот оденешь и достанешь из духовки. Полчаса прошло. Мы приготовили взаимно и коллективно. Мы доставили мясо с духовки, и сейчас мы будем его украшать. Очень скоро мы попробуем это блюдо, а я пока напомню, как мы его готовили. Возьмите свинину, лук, черный листовой чай, воду, черный молотый перец, орегано, укроп, соль, соевый соус. Свинину нарезать, лук нарезать кольцами. Для маринада процедить заваренный черный чай. В него добавить соль, пряности, измельченный лук, соевый соус. Мариновать мясо в течение 30 минут. Заселить противень фольгой, выложить лук и мясо. Запекать мясо в предварительно нагретой до 220 градусов духовке 30 минут. Через 10 минут запекания выньте лук из противня. Значит так, Танечка, я тебе хочу сказать, что я обязательно буду ждать твой результат на мой вопрос. В общем, сейчас я немножко поухаживаю. Ой, тает во рту. Действительно волшебно. Удивительно. И такое послевкусие тонкое. Ну, молодец. Евгеша, спроси у нее, какой у тебя положительный ответ на мой вопрос. Это действительно такой вот особый рецепт. Поэтому сейчас я жду как бы твой результат. Я готова тебя пригласить к себе. Мяса у меня достаточно. И мы с тобой поэкспериментируем на кухне с удовольствием. И ты приготовишь ужин для свидания. То есть ты идешь со мной на свидание, и я могу сейчас... Я приглашаю тебя к себе. Вообще! Неожиданный ход. Тут прям перца не хватает. Танечка, я очень рада, что мы смогли тебе помочь. Что блюдо, которое приготовил Женя, это действительно находка для тех, кто хочет сделать свинину. Не все любят это мясо, да? Нежный, сочный, нежирный. И это очень удачный рецепт, который и вам, конечно, тоже пригодится. Рада была встрече. Я тоже. А Женя, как я, поэтому обязательно встретимся. Спасибо вам большое. Все, пока. Счастливо. Спасибо большое. А я напоминаю, что мы продолжаем искать оригинальные рецепты консервации из доступных продуктов. Присылайте свои рецепты, и у вас есть шанс прийти в студию проекта «Все будет добре». Это какой-то ошеломляющий успех. Я не знаю даже, как это удалось тебе и перцу. Мы идем к ребятам. Кстати, сегодня полоски для эпиляции мне не понадобятся. Женя, ну ничего, молодец. Результат отоправдался. Если результат есть, значит, все не шаг. Значит, моя ляха сегодня не страдает вообще. Евгеша, ну дай мне 4, я буду должен вообще. Я думаю, все произошло именно так, потому что Женя с самого начала задал вопрос в лоб Тане. Она сказала, да, я пойду на свидание. И все. Причем она сказала, пойдут на свидание, но при этом ей, она уже сразу сказала, что ей надо, чтобы был хотя бы как она по росту, а то выше. Уникальная ситуация. Я вот фильтровал то, что я слышу и то, что мне хочется ей сказать. Да ты расслабился. Да, я расслабился. Я рада, что мы смогли вас удивить. Ну а что касается свиданий, которые еще возможны, то у тебя еще попытки есть. Да, поэтому посмотрим, что же дальше у нас произойдет. Да, выбирай нам задачки посложнее. Посмотрим, повезет ему в будущем или нет. Привет, друзья. Вам понравилось это видео? Тогда подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Будь в курсе всех событий первым. Именно с нашими полезными советами жизнь станет проще и ярче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова